Ну, друзья, я приехал на встречу, здесь Фудплэнет на террасе, народ собрался, вот ребята, здесь тоже есть как бы у каждого, некоторые ведут свой канал, как твой канал называется? Релокейшн, тревел, подписывайтесь. Да, друзья, так что, в общем, собрались, так сказать, братья по духу, любители путешественников, путешествия люди были во многих странах, ну, все, многие осели сейчас в Азии, потому что, как бы, ГО, это и бюджетно, и тепло, и, в общем, ну, вот как-то так. Я сейчас расскажу, давай, подойду туда, подсяду. Да я тебе могу дать микрофон, мы же рассказывали. Сейчас, давай, я пять минут туда расскажу. А потом, короче, мы там, как-то разговоры подержим, ну, что-то, ну, начинаешь подходить, там, спрашивать о помощи, вот такая вещь. И тоже очень много вариантов появляется, мы, ну, не было такого, что мы что-то там, просто, как балаканцы, где-то спали, нас всегда кто-то к себе пригласит, и ничего, что-то в скакательном поле с пола. И человека тоже обучал, а я там автостопом, мы там ездили, мы показывали, и когда он ездил сам, он всегда спал на заправках, потому что ему было страшно пообщаться. То есть это тоже есть, если блоки есть, психологические, да, психологические. А когда так общаешься, ну, вот эта штука, она снимает, ну, это в первые шаги делаешь, там, начинаешь, и потом это все получается очень, ну, как-то, ну, нормально, спокойно, ты спокойно общаешься. Ну, мы всегда чистые были, в принципе, опрятные, то есть мы никогда не кружили. Ну, хоть честно, в один момент, ну, короче, в Таиланде уже были, и я такое еду, и понимаю, что у меня просто из вещей были просто шорты, футболка и пакет, в котором лежал паспорт и дневниковые записи, и больше ничего не было, даже футбол хоть, короче, отдал там человек. И потом, через день, у меня опять появились и вещи, и деньги. У нас даже правило было такое, нам люди дарили деньги, особенно в Таиланде. Вот в Таиланде классный автобус, там люди постоянно что-то, еды принесут, и там еще что-то, денег подарил. У нас было такое правило, деньги появились, тратим их максимально быстро, потому что, ну, так получилось. Быстрее идут, быстрее придут, да? Была такая тема, что у нас имело денег какое-то, там, две или три недели, и все, кто-то нам какой-то китайец, короче, этим подарил, он такой богатый чувак был, он нам билеты купил, денег дал. И мы ходим, у нас появились деньги, мы не знаем, как их вот сэкономить, и вот начинается какая-то тема, что тут что-то, да, там, и прям чуть ли не скоро. Твои рисунки? Да, это мои друзья из разных стран, ну, вот эти иностранцы, мы иностранцы уже что-то рисуем. Письмо, ха-ха, быстрее потратили, там, маме, имел, вам еще раз, да, оно еще приходит. Это реально так работает, особенно если настраиваешься на это, ну, вот в таком ключе вообще, и вот в таком катоке носишься. Вот в Таиланде вообще классно, особенно если в сезон туда заезжать нормально, вот, где-то с октября, там, по мастер-мастерам, можно классно путешествовать, ну, под полицейские, там, ты идешь, типа, а что ты тут ходишь? Ну, вот, ну, вот, путешествую. Держи деньги. Да, они собрали консилиум, типа, так и так, надо ребятам помочь, один пошел купил еды, третий, там, человек остановил водителя, там, они основном, скинули, сдали, говорит, все. Водитель нас взял за руку, пошел купил на дереве, ну, короче, такие, они очень добрые. А я сюда в Таиланде прилетел, я месяц был на Таиланде, в Таиланде, на Пхукете, а мне больше, чем на месяц визу не дали, они же там поставили, как бы. Потому что на три месяца шесть, да, я знаю, думал мне поставят на три, поставили на месяц. Может, это только для россиян? Может, да, я просто с Украины. Да, уже Белоруссия, у них по-другому СНГ, Казахстан. Ну, Белоруссия там вообще им открывать визу, как шенген, там надо, и доходы показывают, с девчонкой с белорусской, здесь вот общаются, говорит, я, она хотела в сайт поехать, короче, геморрой, а столько с визой, что. Да, 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 зато им Китай бесплатный, то есть у белорусов такая фишка, им 90 дней в году можно в Китае быть. Вот, недавно, друг, сейчас он белорус на 30 дней бесплатно, потом выехал, снова сейчас на 30 дней. У белорусов всегда такая фишка, особенность, в Китае без визы. Поэтому всегда рады. В чем-то плюс, в чем-то минус, как всегда. А у них это по Таилану? Привет тебе, тоже путешественница. Ну, я скорее послушалась. Давай, ну, всех рады видеть на встрече наших путешественников. У них это, в Таиланд, там один раз в году они могут визы взять в Китае. Да, в Таиланд, да, в Таиланд, там... А им дают, почему-то один раз в году? В семь странам по-разному, да. Ну, по визе, но это будет. В общем, тут все как-то путешествуют. Тут вы, ребята, на велосипедах сейчас пытаетесь, ну, локально путешествовать, да? Да. По Гуа. Ну, тяжело, да? Тяжеловато. Вряд ли будете дальше двигать в тех странах. Нет, 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 нет. В Нижней Азии. Нужно крутые велосипеды, на самом деле. Вот, Нижняя Азия, то есть, где мы здесь обитаем, путешествуем. Я уже в этих странах был, ребята еще поедут многие. Ну, там кто-то в Таиланд, да, куда-то кто-то. В Филиппины, там, круто. Но у нас с народу немного, мы уже три месяца эти встречи проводим, поэтому за три месяца все устали ходить. А так у нас было по 20 человек, по 10. Каждое воскресенье, с ноября месяца мы проводили. Здесь в год? Да. Прямо здесь, в этом же месте, в Фудпланете, у нас стабильна встречи. Мы зимовщики, кто путешественники. Все к нам приходят, больше ста человек у нас было разных. Но последняя встреча будет в следующие выходные, и все. Потом я уезжаю, и основные люди тоже уезжают, организовывать, скорее всего, никто не возьмется. Ну, чат у нас останется наш, но сезон подходит к концу, встреча тоже. А тогда на видео, раз расскажу, тогда вкратце еще о этих встречах. Ну, в общем, есть такая штука, каусшерфинг, это вообще встреча каусшерфинг называется. Ну, вкусно. Это просто ивент, который я организовал, но неважно, есть и каусшерфинг или нет. Просто я пользуюсь каусшерфингом, потому что так бюджетно путешествовать, ну, точнее, вообще без затрат почти. А так здесь интересные люди, кто-то с палатками путешествует, кемпинг-снаряжение там, любят. У каждого свой опыт, да. Кто-то в отелях живет, путешествует кто-то, как миксует хостелы, каусшерфинг, то есть это очень бюджетно, как, ну, у меня так вышло. Кто-то на велосипедах путешествует, кто-то там на поездах. Ну, мы в основном автостопом почти все, кто тут вообще бывали, у всех одно и то же. Автостоп, каусшерфинг. На поездах, на товарняках не катался, вот как этот Илья Бондарев. Да, есть такой, да, из наших тусы никто у нас не катался, но я просто перевожу пример всех. Гидростопом на паромах можно кататься, внутри есть страны, где много островов. Подвозят без проблем, надо просто договориться с капитаном или там, как бы, дойти уже до корабля и сказать, о, можно с вами бесплатно поплыть. И сколько я слышал случаем, что, да, берут, главное, на билет не попасться, но на кассу не идти. Потому что там бесполезно умолять, там скажут, покупай билет, ну, а им не объяснить сложного. А так, у нас тут путешествуют людям не так много, кто-то полгода, год. Тут, наверное, самых опытных, больше иммигранты, кто живут, они когда-то раньше путешествовали, но они сегодня не пришли. То есть сегодня не пришло много парочек людей, там муж с женой, там парень с девушкой, кто много где был. Там по Америке многие кто были. То есть много континентов, и мы на этих встречах очень много информации узнаем, дружим. То есть мы этой же компашкой встречали Новый год, день рождения мой праздновали. И по сути, реально всех друзей, кто я нашел, это большая часть с этим встреч, люди, короче. Поэтому встречи друзей, путешественников, кауссерфинг, ну, вот, типа так. И они важны в любой стране. Ну, когда ты находишься долго, то есть повод собраться, встретиться. А тогда теперь концепт рассказал, но расскажу про мое путешествие. Я, да, меня зовут Илья Малышев, в интернете вот такой вот ICAS, у меня небольшой блог, фоточки есть, конечно же. А так я просто путешественник, ну, просто путешествует. Путешествует два года, короче, я был в Турции и Грузии, вот тут нарисованы. Это первый мой год, он был такой, первый. Но второй год, 23 год, у меня самый крутой в жизни, я посетил 12 стран в Южной Азии. В общем, вот они все, я в них и был. Хлоу, я сказал, все, футмитинг, я сит, пресса. Короче, я посетил 12 стран за год. Индия, Вьетнам, Камбоджи, Лаус, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Шри-Ланка. И в Индию вернулся на зимовку вторую уже. Вот. Поэтому я как бы вот и говорю всем, путешествует легко, автостоп, кауссерфинг. У меня был бюджет тысячу долларов, полторы тысячи, я в него вошел. Но я еще походу зарабатываю, когда мне надо, внутри страны. А так вот изначально у меня было денег не так много там. Я с ними проездил без проблем. И мои планы объявил. Вообще будем путешествовать после встречи, все дружим, все равно общаемся. Я буду путешествовать в этом году, я планирую свои путешествия. Вот эти все страны я вперед знал, куда поеду. И сейчас я уже 10 стран себе наметил. В общем, я поеду в Турцию, Сербию, Черногорию, Боснию. Но это промежуточно до марта. А в марте у меня последний самолет, купленный вообще на этот год. Короче, в Бразилию я лечу. И я налепил красивые флажки. Теперь мой рюкзак будет выглядеть так. Он уже так выглядит. В половину стран я еще не был, еще предстоит. Короче, Южная Америка. То есть я этот год буду во всех американских странах южных. И буду новый опыт путешествий получать. Там буду встречи проводить, автостоп, ковсерфинг. Все точно то же самое. Крутые путешествия, дружелюбный мир. Денег много не надо, но у меня есть деньги. А как с визами у тебя в южноамериканских всех платинамериканских? Нет, нигде не надо. Да, люди, кто туда не ездил, никогда ничего не знают. Как и по Азию. С российским паспортом 90 стран мира вообще без виз. Ну, континентов, окей. Ничего не надо. До Мексики, Мексика включительно без виза. Там-то по США нужно виза. И все. Все остальные страны реально без визы. Как и здесь, в Таиланде, вот эти Вьетнамы. Южная Корея без визы. Или где нужна виза, она, это не виза, это платный штамп на границе. То есть ты приходишь на границу, с тебя берут деньги, но это не виза. Они делают такой штамп, типа виза такая, фотку. Ну, штамп о том, что въехал в страну и все. Да, виза, которую ты не заполняешь заранее в посольстве. Или электронная виза, это все позади. Те страны, у них максимум на границе там попросят деньги, штамп. Но даже электронных виз там не нужны ни разрешения, никуда. И в эти страны тоже большинство. А как решаешь вопрос, с жильем где хостел или тоже каучсерфинг или палатка? Каучсерфинг, вот я все рассказал. Каучсерфинг или хостелы. Очень редко, когда нет каучсерфинга в городах, ну, снимаю по 5 долларов, по 10 хостелы нахожу. То есть, не критично, деньги всегда есть на все. Ну, вот, ты их не тратишь много, если ты путешествуешь своим ходом с местными жителями. Так что, ну, это не только я это расскажу, почти все это используют. Просто я использовал это реально результативно, весь год я так был. И результат круто, 12 стран за 1000 долларов я объехал. То есть, я тратил, по сути, на билеты, на визы, кое-где надо было на штамп заплатить, там, копейки. И все. Такой вопрос, место в паспорте есть еще? Да, да, да. Не, они не много штампов ставят. 12 стран, 24 штампа. То есть, один штаб въезд, один штаб выезд. Там не будут тебя лепить штампы. Нет, весь паспорт можно заполнить только за 10 лет путешествий. Нету ни одного человека, кто за пару лет, ну, как я, вот, нет. За три года. Ну, кто из жили, каждый месяц уезжает. Но, короче, кто не путешественники, в Гауссии крутите, окей, ставьте. Так, ты едешь в страну, вначале штамп, в конце, все. Ну, паспорт же можно получить в каком-то представительстве России, в принципе, в любой стране. Паспорт может получить, его сложно засрать. Не знаю, у меня пока даже половина страниц не заняты. Потому что это не виза. Есть виза, только Камбоджа у меня на всю страницу. Единственная штука... Но есть страны, которые хотят чистую страницу для своего штампа. Нет, для виза, для виза, для штампа всем пофиг. Штампы забей, будут тебе ставить, им пофиг куда дашь. Но если клеишь визу, если у тебя не чистая страница, они не клеят визу. Это только касается визы. В Китае, кстати, тоже раньше. Ну, да. Ну, то есть, да. Ты побежишь. Я в среду, увидимся на недельку. Я Ленина пишу. Приду в гости. Вот я пакет забрал с посылкой сейчас. Принесу кабатогам. Увидимся. Ну, на встречу старайтесь приходить, а то скоро... Еще у нас будет финальная встреча в субботу. Да. И все. Ну, увидимся. Да, да. Как обычно. Привет. Я фокусник. Да, я фокусник. Но я сегодня не фокусник. Я, да. Так, да. Работаю фокусниками. Сегодня просто отдыхаю. Я тебя угнал. Спасибо, да. Мой голос многих-то запомнил. Я узнаю, даже 10. Да, да. Ну, кстати, красивый закат. Да, красота, конечно. Закаты. Да, гуанские закаты красивые. Сан-сайта, да. У меня есть знакомые, кто здесь живет по-долгу. И каждый вечер встречает их. Окей. What's your name? Макс. Макс, you from... Виталий, but I'm sorry, Russian. So, I understand. Oh, you something understand. Как всегда прекрасный закат в Гоа. В общем, вот такая интересная компания собралась. It's good. It's very nice. You understand Spanish? На Плейфе Food Planet. Yes, I speak Spanish, Italian, English, and... маленький-маленький по-русски. Окей. So, you know, one week ago I visit my friends and we cook Italian pasta. Really, I pay pasta. You know this pasta. It's you. And we do tomato, ketchup from tomato. We do this pasta. We put mushrooms, we put some vegetable mix, and we do just vegetarian beef, something. Vegetarian pasta. Like that, with more stuff inside mix. And very nice taste. Wow. Wow. And it's really our evening, Italy evening. Look how I like. Nice. That's a good experience. Yes, yes. Of course, I like sometimes about Italy, pizza, Italy famous, yes. Pizza, you make pasta. Oh, of course, I want to visit Italy, of course, it's famous country, you know, some country is not too much famous. And diet? Yes, yes. The diet? Food. Do you guys drink? Uh, I know. No, usually people not drink here, but, uh... Okay. Maybe someone know, because mostly here people not smoke, not drink, I don't know why, but you can explore. Да, даже кофе не хорошо получили. Но все нормально, ты не понимаешь. Нет проблем. В каком городе ты живешь? Где я живу в городе? В городе, здесь? В Италии. А, в Италии. Милан. А, Милан. Интер? А, ты интер? Интер? Моя любимая команда. Футбол. Хорошо. Я вижу шерты. Футбол. ФС Гуа. Ты любишь футбол? Локальная команда. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Тебя спрашивали. Привет, слушай, тебя как зовут? В каких ты странах? Я тут живу уже с ноября. Я ездила еще в Непал на месяц. Но я езжу. И заранее живешь тут большинство времени? И ездишь в соседнюю страну? Нет, я с ноября первый раз сюда приехала. С ноября 2022. О, как я, я тоже здесь зимовал в прошлую зиму. И, соответственно, в Непале была в сентябре. А так вот тут до сих пор, да. До этого путешествовала по Европе. Но я не каучсерфила. Я не автостопила. У меня традиционные способы. По костелам. Ну, отели костелам. Да, да, да. И там самолеты, там поезда. Как и у всех, в общем. Ну да, мне хотелось бы про Азию больше узнать. Потому что я единственная, где в Азии была, это Индия и Непал. И дальше не двигалась. Но сейчас я тебе расскажу. В общем, какие есть варианты. Самые доступные. Куда можно быстренько рвануть. Бангладеш, маленькая страна. Она, конечно, почти как Индия. Ну, реально. То есть, она ничем не почти не отличается визуально. Ну, да как Непал. Тоже там половина часть Непала, она полностью индийская. Что выше уже, ну, по-другому. Бангладеш, ну, если хочешь, для интереса. В съезде виза делается, ну, штамп платный. На въезде 30 долларов даешь, они тебе ставят клейку. То есть, за 30, не бесплатно, а 30 долларов на 30 дней. Другой путь. Есть Шри-Ланка. Я там был. И сейчас в моем списке на первом месте с Шри-Ланкой, что я был. Как раз вначале я пропустил эти соседние страны. Я сразу туда удалился. Юго-Восточная Азия, Бали, Филиппины, Южная Корея. Но, оказывается, самая моя любимая страна была вот рядышком Шри-Ланка. Это все лучшее, что из Индии, в общем. Только там, тут только Гуа комфортно. Остальная Индия, но немножко сложновато. А там вся Шри-Ланка такая, как Гуа. То есть, там везде более-менее чисто. Цивилизованность. Природа там потрясающая. Животные дикие встречаются. Тут надо в Киралу ехать, чтобы их встретить. А там по всей Шри-Ланке почти реально можно встретить животных. Не особо хочется с Ланой начинаться. Не, все безопасно. И в Шри-Ланку перелететь недорого. Можно из Чинайя, из Бангаладора. Бангалор. Или из Мумбаи, самое блин. Ну, отсюда, не знаю. Наверное, тоже может с Гуа. И в Шри-Ланка 30 долларов штамп тоже. Сейчас нету, что долгие визы, как раньше. Были крутые. Сейчас по 30 долларов за месяц. И там можно продлевать, как-то делать. А в Гималайе вы все можете купить? Ну, да. Ну, ты была уже? Нет, она... Ты в Непале была? Да, в Непале. Ну, это уже самое. Я купила билеты в Гималайе. Но там у меня случился поток. И я не смогла туда поездить. Там же размыли все дороги. Уснесло строение некоторое. И автобусы не ходили. Я туда не попала. Вот. Поэтому я осталась здесь на сезон дождей. Собственно, вот. Ну, и как сезон дождей? Ты жила нормально? Мне очень понравилось. Была бы хорошая компания. Очень удобно. Ну, да. Многие отзываются о Мунсуне. Как бы прикольно. Природа очень красивая. Все зеленое. А народа мало. Как бы такой. Даже каменные стены зацветают. Климат и дизайн. Растения. Влажность просто сумасшедшая, да. То есть высокая. Не смотря, что температура уже такая. По факту, как на дизайн. Плесень очень много, да, появляется. Ну, вот тяжело как это. Даже паспорт пророск. Вот когда влажность прям тяжелее. Дышать тяжелее. Тяжелее дышать, да. На самом деле тяжелее дышать. Тяжелее дышать, когда влажность дышать. Ну, конечно, дышишь воздух. В этом плане, да. Главное, с кондиционером жить. Да, да. Сосушить. Тяжелее дышать. Чтобы техника не пострадала. Чтобы кожаные вещи не обошли плесенью и так далее. Не только кожаные. Но кожаные прежде всего они просто. Вот. У меня был, значит, ремень кожаный. Очень крутой. Семидесятых годов. Из настоящей кожи. И я его с дуру привез сюда. И он у меня полностью покрылся плесенью. И все. Пришлось его выкинуть. Никаких вариантов восстановления вообще нет. Да, много вот ребята, которые еще с ковида здесь живут в ГОАТ. У многих маки, в общем, все повылетали. Техника реально не выдерживает. А, да. Я хотела еще сказать, что нужно гигрометр. Электронный гигрометр можно заказать на Амазоне. И поддерживать всегда влажность не более 70%. Ну, за счет кондиционера, естественно. Если влажность менее 70%, то все окей будет. Да. Можно покупать силикагель. И еще упаковывать все вещи в сбор. Специальную коробку с силикагелем складывать на ночь ноутбук. Потому что нет кондиционера. А если кондиционер, то, конечно, это уже другой вопрос. Просто в кондиционере реально можно снять дешевое дешевое с кондиционером. Достаточно дешевое. То есть в два раза дешевле, чем в сезоне. Я знаю, что за 9000 рупий можно найти большую комнату по типу студии с кондиционером. Я сейчас прыгаю. Да. Но некоторые люди даже не выключают ноутбуки, чтобы постоянно был прогрев, чтобы не экономить электричество. Чтобы он сухой был, грубо говоря. Я сам так делал. Не выключал неделями ноутбук. Потому что кондиционера не было. А ноутбук дорогой никакой. То есть если он постоянно работает, он сам себя сушит? Да. Да. То есть там плата материнская, она немножко под температуру выгоняет влагу. Такой вот способ колхозный, но он скорее всего все-таки действовал. Это и другое. Я не выключала и еще и держала кондиционер. Вот. Так что у меня только наушники беспроводные вышли из строя, но я не уверена, что даже это из-за влажности случилось. Сами по себе. От старости? Нет. От индийского бренда? Нет, отитайского. Сиоми что ли? А я так начну оттенок? Вот. Система такая. Я кстати в Таи купил ее недавно. потому что я снимаю вас на меня нет никакой экшен камере ничего не покупала я на iphone снимаю но звук очень часто хромает потому что сам понимает когда в айфоне работает то есть если ты зум взял приблизил то есть камера на камеру перекинула и звук вот если ты комментирует что-то снимаешь да ты находишься сзади у да вот со стороны экрана а включил зум то есть ты что-то там ну приблизил и звук как бы автоматическое он берет оттуда и тебя вообще почти слышит то есть как будто ты дойдут в унитаз куда-то там бормочешь но в общем такое меня это достало купил ну вещь как бы не дешевая да она стоит пределах 400 евро в этот система вот этот блок и два микрофона но она удобно вот видишь в качестве допустим формате интервью это очень удобно очень дал человеку и как бы не нужно там постоянно туда-сюда танцевать это я сам вообще снимаю на смартфон за 20000 рублей не ну сейчас как бы до камеры в любом там xiaomi даже они работают в общем-то более-менее да 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 стабилизатором с микрофоном за 600 рублей тоже потихоньку все тут делать нечего начинают немного блогерством заниматься да многие как бы до ведутся на память в таких ситуациях сейчас находимся живем фотографии кто-то фотографии занимаются на фотографии это уже конечно нужно аппаратуру получше ну да фотографии это уже отдельная отрасли максо you could be the you have hobby copy copy your format i like martial arts but what defines me is that i'm a tree seeker so i love to smash my limits while facing challenges and в мире с другой точки зрения. Например, прыгать на автобусе или идти на мотоцикл очень быстро на дороге, но на дороге европейского. Я люблю это. И ты? Что ты хочешь? Мой хобби видеоблог, спорт, и спорта на арабском море. Это хороший статус или нет? Я люблю это. Вот. Я понял, Макс спортом занимается, да? Активными видами? Да, да. Любит мотобайк, вот эти все вещи, связанные с... Биг-биг-спид? Биг-биг-спид любишь? Большую скорость? Мотобайк? Кросс и... Да, да. Течисне? 1000? Как ты скажешь 1000 в русском? Тысяча. Тысяча. Большая скорость. В Италии, 290 км в час? Да. Ты знаешь, в этом месте есть мотокросс... Мотокросс? Да. Арамболь маунт. На маунте? Да, там есть гора для мотокросса. Вот здесь для арамбольского гора. Да, здесь соревнования проходят по мотокроссу. Отлично! Спасибо. Три километра от этого. Я проверю. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну да. Вот так вот. Кстати, мы собираемся, может, скоро соревнования, по-моему, по мотокроссу как-то сходить туда. В прошлом году почему-то не успели. Да, где? Где? Да, вот где Арамбольская гора. Мы ходили тогда, в Русдаре. Да. Там рядом джунгли находятся. И там трасса прям мотокроссная сделанная. И там прям серьезное соревнование. Скажи, я на эту гору еще, кстати, не ходил. Это через Клифт нужно проходить, да? Или там можно как-то по-другому подняться? На гору прямо здесь можно, грубо говоря, вот где кафешки заканчиваются, там есть подъем. И куда на гору можно? Ну, в конце Арамбольского пляжа, получается. Да. И вот эта вся Арамбольская гора, вот это плато. И там дальше идти, можно выйти как раз на эту трассу. И можно вообще в Керим уйти. Ну, нужно тропу узнать. Вот. Или можно со стороны Керима туда заехать. То есть можно уйти в Керим, а можно уйти куда-то в джунгли. Там есть еще заход в джунгли. Там еще можно из джунглей прям пробраться там. В общем, надо знать немножко, видимо. Вот он. И нужно тут всегда быть внимательным, потому что быки ходят. Вот быки могут прям неожиданно подойти, тебе легнуть. И тут буйвол еще есть. Вот буйвол опять. Да, у тебя был опыт, по-моему, уже рассказывал. Ну, буйвола не заметить как бы сложно. Вот всяких ползучих существ, знаешь, ну, как бы такое. В атаку пошел. Пошел на тебя в атаку? В атаку, да. Пошел на тебя. И что у тебя? Легнул? Ну, это, я увернулся. И получается в руку он это. А в руку тебе, да? Да, в руку этими рогами, короче. Задел синяк остался. Ну, если б не увернулся, может, и плачевнее будет. На самом деле, вот именно здесь, в Арамболе, в Андре, здесь змеи-то практически нету. Ну, я вот ни разу не видел. И тоже один на такомый. Добрый вечер. Добрый вечер. Он уже здесь пять лет не видел ни разу. А второй встречает почти каждый месяц, как бы, змею. То есть, фиг знает. Кому-то везет их повидать, а кому-то нет. Раз на дороге он снимал. Удал, огромный удал. Приползал просто вот асфальт. Ну, он ехал на своем Энфилде, говорит, еду, смотрю. Такой вот, ну, товарищ, знаешь, скорее, ну, переполз себе, как бы. Ну, это не очень опасно. А, конечно, всякие вот эти вот ползучие, я имею в виду мелкие, там какие-то, ну, то есть, ядовитые змеи, это, конечно, тема такая. Тут можете садиться. Здесь опасно. А, сейчас еще подойдет девушка. Отошла буквально. Вот садись, тут еще девушка сидит с тобой. И тут рюкзак можешь? Да, да, конечно. Нет, здесь никто, вроде. Это ушел парень. Нет, здесь никто не сидит. Змеи видели здесь, больших, маленьких. Пространные вот эти вот, да. Много как-то, где был, каких-то, ну, пазий, парень. Ну, здесь в основном питоны, а есть еще… Там вот примерно вот такая, коричневая. Мы сидели вот в джунгле, которая святых отмечки. Да, 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 да. И там дальше идешь, там же есть такие вот, ну, как купальные, как, типа, такие бассейнчики, где связь добывают. Да, 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 да. Это в джунгле. Вот. И вот мы там сидели, в этом бассейне. Сидели, сидели, и она вот так. А, 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 прямо она как-то стала. Здесь плавают змеи, я тоже не видел. Плавающие змеи? Прямо по воде плавают, конечно. Да, она плавает, она плавает, и прямо на нас. Маленькая, да, маленькая. Она не маленькая, она вот такая вот. Иногда рыбаки, когда сети вытаскивают… Это морские змеи, они достают. Но они тоже не менее, как бы, ядовиты. Ну, они на людей, как бы, не нападают. В природе здесь, ну, на земле опасно в чем? Она может спать, и ты можешь на нее наступить. Ну, случайно где-то, если по лесу, знаешь, под землями. Так-то они не нападают, то есть, никакой агрессии их людям проявляют, но… В основном это питоны, такие серые получаются. Они не ядовитые, а вот опасные, на самом деле, кобры, которые вот так вот стоят, и вот с такими капюшонами большого… Укус такой кобры, скорее всего, здесь будет фатальным, но не успеют ничего сделать. Ну да, это же куда укусит, какая доза яда попадет. Да, да, да. И когда, если приедет, допустим, даже скорая, они должны знать конкретную змею, которая тебя укусила, потому что для каждого яда своя сыворотка вот эта, там как бы, ну, все… Ну, на самом деле, да. Ну, не универсальное там все, а то есть… Если змея укусить, конечно, ее лучше попытаться догнать и задушить, и с собой взять. Потом со спаса… Со спокойно… В банке с сушеной, в банке сушеной. У меня, мне дарили когда-то маленькую сушеную. Это как сувер! Если кобра ее точно не догонишь, потому что мне буквально на днях достала знакомая, здесь, которая живет, она на Темпл Роуде, на первом этаже. Она говорит, хожу, не дам, хожу, подвела там у себя, и потом мне надо же коврик вытряхнуть. И я так попросил этот коврик, и уже когда стала там вытряхать, тогда только заметила, что там такая с капюшоном кобры, и я вот вытряхнула, и даже для нее было неожиданно, она как испугалась, прям такая сразу же так упала, и тут же это все молниеносно, в эту кучу, несколько метров от нее куча, она как-то прям со скользкой света в этой куче несказалась. Да, интересно. Меня здесь 31-го, получается, в декабре укусил клещ в прошлом году. Здесь клещи еще находятся, то есть опасно может быть, они здесь. Все нормально прошло. Все ничего, пропила антибиотики на всякий случай. Живы-здоровы. Все бывает, ну как говорится, волка боятся в лес не ходить, что ж такое дело. Да, не ехать сюда из-за каких-то змей, или еще чего. Клещения как бы у нас везде присутствуют. Нет, это же точно да. Вы правильно сказали, я потому что снимала, потому что в своем игре как раз под джунглям ходили, а там корни такие все, как змеи как бы ходят. И мне пишут, я бы вообще испугалась, подумала бы, что это змеи. Я говорю, так и змеи там тоже были. А как же так, как же ты так ходишь, еще в каких-то сланцах, там не в кроссовках, а просто сланцах. А дочь у меня вообще босиком ходит. А она как вообще ходит, в свезде. в джунглях тоже. Я говорю, я-то в сланцах, она вообще воскомна. Как вы? И они так волков боятся местно ходить. Да. Это уж везде, где-то внизу, все равно. Еще диакообразы ходят, с такими большими колючками. Их бы повидать, но они обычно вечером ходят в джунглях, вылазят. Они только в джунглях здесь, когда едешь. Так, вот мы едем с мантрым, в Варамголь, на баке мы видим по ночам, этот декабрад перебудет доволен. Вот два года, не могу никаких встретить. Обезьян постоянно видишь? Нет, но обезьян, тогда у нас тоже все время. Мы поближе к туристу. Здесь обезьяны не особо вредные, а вот у меня знакомый живет во Врендаване, ну у него там вообще квартира, там он без палки вообще по улице не ходит. Реально. Отпевается? Да, ну то есть чуть-чуть задевался, очки слетели за секунду и... Паша. Вот это опасно. Паша. Здесь несколько видов обезьян, получается, живет. вот эти вот. Дикие паукообразные обезьяны, вот тут как-то лангуны, или как их называют, они здесь спокойно, на людей-то не нападают, убегают. А есть эти, получается, макаки. Макаки, вот они, да. Если туда на север ехать, в Махараштру, на эти... на водопады, получается, там можно встретиться с агрессивными обезьянами, вот с этими макаками. Ну вот ездил позавчера на Рэдди Форд, там живет, на территории стада этих... Да-да-да. Ну они как бы такое, не особо. Они так сопровождают тебя, но не нападают. Знаешь, прыгают с ветки на ветки. Там собака бегает, она их, короче, гоняет постоянно. Они... А мы ездили на Рэдди Форд, на почту на технике. Они там подальше где-то, по-моему, да? Они, ну да, они в лесу, то есть они вот во дворе, вот как поднимаешься, ну и по лестницам поднялся и выходишь на вот эту обзорную площадку и вот этот вот лес, который посреди, получается, этого двора, вот они там были. Но они вроде бы уходят, приходят, ну то есть как бы... Да-да-да. Они... мои фотографии коллекции очень интересные. Мои друзья для меня что-то. Это английское. Все английское. Да, они нападают. Там парень даже мандарин взял, попробовал их покормить, они даже, ну как бы, боятся. Они так на удаление. У нас они вели, конечно. У меня даже бутылку отобрали. Если вот на Дудксагар, когда на водопад едешь, там они уже ждут туристов, там все их кормят этими бананами, в общем, ну там... Это странно. Они уже как бы подкормлены. Это просто фотография, просто дровень. Можете посмотреть each other gave... Просто я не могу сказать, что там она агрессивная-агрессивная. Ну да. Если несешь бутылку, отберут там, да, очки. Ну и очки, да. Ловите ручку, можешь написать. Ну просто прятать, но они так, что прям нападают. В каких странах был, можешь написать. Пойти, напиши пять стран. Это интересно. Вот это да. Если ты был в трех... Где ты был, пять любых стран пишешь. Если ты был в трех странах, все равно пять пишешь. Да, да. Сергей, дай мне гонки. Не, я не веду. А, на три дня, смотри. На три дня, ну если тебе нужно... Именно со встречи, да? А, я понял. Подружился? Нет. Подчинение? Ну а зачем? Зачем? Ну, скажи, как канал называется? У меня... Да. Канал называется «Прогресс с нуля». Там все про Дели. Я в Дели жил три дня. Потом... Сейчас про Гуа буду снимать. Жестко. Две с твоей стороны. Одна темная, другая светлая. Ну, как и везде. Это... А здесь затягивает темная сторона. Это на Х-10 я могу объяснить. Здесь, если есть какие-то изъяны, они вылазят на 10 раз. Умножить на 10 раз, короче. Это реально вот это вот серьезно. Так что, не знаю. Каждый поймет по-своему. Так что так. Кого следующего? Это о себе рассказывает каждый? Я ничего. А, короче. А ты имеешь в виду изъяны какие? Любые какие-нибудь. Ну, если человек, например, в трафту ходит, у него это в 10 раз. Алкоголь в 10 раз. То есть, если дома один косяк, то здесь 10 косяков. То есть, здесь в этом проблема, да. Здесь затягивают. Я не могу, блин, выбраться из... Я не знаю. В Чапору хочу доехать. Я не могу полтора месяца уже доехать. Короче, никакие планы здесь не срабатывают, да? Нет. Леха сводил... В джунгли сводил Леха меня. Потом я девушку сводил в джунгли. Нет. В джунгли Курты, да. Мы обезьян видели где-то штук 30, наверное. Они мимо нас пробегали. Вот с такими хвостами. Вот с такими реальными хвостами. Вы с такими хвостами ко мне каждую неделю. Вы с такими хвостами ходили смотреть. Они у нас... У меня обезьяна на балконе разбила телефон мой. Вот я сейчас разбитым телефоном хожу. Тоже запрыгнула, короче. Так что... Не, здесь клево, конечно, ничего не скажу. Каждый день стараюсь купаться. Один день только пропустил. Ну, из-за тусовки. А так вот каждый день купаюсь. Вот, не знаю, как вы. Вы каждый день купаетесь? Здесь есть. Илья-то по-любому нет. Но для фото, немного больше. Передай, например. Летай на Мальдивы, на Сейшелы. До Мальдив можно долететь за 7000 рублей, за 8 бывает билеты. Из какого-то аэропорта, не помню. Чинай или Бангадор. Вот еще классные. Мальдивы, там Мали. Остров Мали большой, хороший. Ну да, там есть бюджетная. Тоже. Ну, если ты будешь лететь... То есть, вначале Шри-Ланка, если деньги еще будут, лета еще на Мальдивы, Сейшелы. Перелеты между ними недорогие. То есть, тебе все равно же возвращаться сюда, в Индию. Ты берешь билет, потом обратный. Это недорого. Билеты недорогие. Смотри, на Мальдивы ты можешь летать бюджетно. Просто не на атолл, в котором чисто резорт. Это дорого. А вот где локалы живут, местные, да. Там довольно недорогое жилье. На недельку, на недельку. Может, там не такой красивый. Ну, в принципе, мальдивская картинка будет. Ну, такое. Где? В Испании. А, ну, это мы не знаем. Вот итальянец, наверное, не будет. А там природа какая-то. А ты где, в Ютубе нагрузился? Мечтаешь, мечтаешь. Ну, давай, если хочешь, слепаешь, расскажешь. Я не знаю это место. Ну, это курорт местный, местный курорт. Куда они? Такой он мягкий. Континент, ну, это не как остров. Но остров, ну, вот Мальдивы, реально там, типа, ну, Сейшелы. Ну, туда и дороже будет. А кто на Пангане был, Тая? Мои друзья были, да. Панган, это Таи. Я нас еще вот туда едут, но Панган. Да, да. Популярные места хорошие. В Бали, ну, я на Бали, вот, в Индонезии. Это остров, но, опять же, он очень большой. То есть, это не... Это если есть маленький остров, да, там... Но это не тот опыт. Если ты не на маленьком острове... Ты на Бали был? Да, я ж был. Я в Индонезии. Там попасть реально нельзя, мне вот девчонка еще не сказала. Там волны большие. Волны большие. Да, там надо подбирать сезон, если тебе повезет два месяца в году. Вот так там волны. Где в Бали? Нет, Бали. Там прилив именно на той стороне Индонезии. И с океана прилив. Тут надо, наверное, с другой стороны... Если на другой части... Ну, Бали, наверное, это не про бюджетную сторону путешествия, я так думаю. Там все шерферы. Там все шерферы, да. Там все шерферы, там все шерферы. Там все шерферы, да. Для серферов дорого. Самая дешевая была. Приезжайте на Буа. Да, Гуа как бы топчик в этом плане. И Шри-Ланка дешевая тоже. Там тоже хорошо. Там тоже хорошо. На Шри-Ланке много, ну, как бы, народ не находит комьюнити, вот как здесь, да, здесь суркоязычная комьюнити. В плане общения, ну, коммуникация на уровне. Ну, в Таиланде тоже очень много, во Вьетнаме очень много. Просто именно такое, вот, общение. О, ты денежки пошла менять. Все отлично. Если что, возвращайся. Нет, это мне все писали эти страны. 100 человек разных пишет, я нигде там почти нет. Это мне пишет список, почитайте. Интересно. Чтобы все объехать нужно две жизни. Да, да. Столько времени. Да, надо просто, чтобы вся жизнь. Да, это люди какие-то ездили. Это мысли для тех, кто сейчас на заводе, на работе. Ребята. Хотя бы. Илья, так у тебя в планах кругосветка, я так понял, да? У меня вышло. Я раньше, что я не знал, что в кругосветке. Я раньше, первый год я был в Турции, Грузии и Индии. Второй год 12 стран до Южной Кореи. То есть я пересек, ну, точка экватора, типа, наступил. Если я пролечу через Тихий океан, вернусь сюда же, то я, да, это будет. Получится, как бы, да. Ну, я экватор перелетал, я на Занзибаре был. А там несколько точек экватора есть в Африке, есть в Южной, ну, Филиппины или Индонезии, или там Южная, да, Корея, я так понял. Еще вот в Южной Америке экватор, да, Бразилия, Лазентин. Ну, а два океана, главный, Атлантика, там идет Тихий океан, это важно. То есть, если ты не летишь в Южную Америку, то никак Тихий океан не прилетишь, то есть ты не сделаешь, как красиво. Да, ну, я лечу, да, вот у меня вот ближайшие два года, это Южная, Латинская. А потом я, скорее всего, завершу и вернусь в Южную Корею, я сначала вернусь, чтобы сделать круг, и оттуда в Россию. Ну, в общем, в любом случае... А в Китае это был? Возвращаться я буду, да, конечно. Илья в Китай? В Китай я не заехал, нет. Я, к сожалению, был, там только начали открывать Китай, еще было ковид-время, но это вот этот год прошедший. Его начали открывать только после лета, второй половины года, я уже не успевал. Визу надо делать было еще, я поэтому не стал спешить. А Северная Корея не была там, как бы, может, стыковка была там или кого-то? Стыковки не было в Северной, там туда не пустят никогда, туда только по туристическому... Не, ну, есть, туда есть туры, как бы... Да, только по туристическому можно поехать, причем это из России проще делать, чем отсюда. Можно поехать, там есть город какой-то, там прям граничит с КНР, вот, и заезжать. А с Южной Кореей они не дружат, ты не заедешь, и отсюда, вроде, билеты, если есть, а так... Я знаю, что едут, из России туристы тур покупают и едут на автобусе, их возят туда. А в Южной Корее там уже большой, ну да? А в Южной Корее, да, я был, но это как Китай, можно сказать, это развитая страна. Вот, поэтому я в Китае не был, но в Южной Корее был, это то же самое, то есть, очень большие города, да. Ну, многие, кто, ну, люди, которые были в Сеуле, в Корее, то есть, ну, впечатление хорошее очень. Был, был, круто, но меня уже не так все равно удивительно. Я, конечно, впечатлился, но... Ну, понятно, у тебя уже есть. Я был в Сингапуре, в Дубае, то есть это тоже большие города. Ну, я там был по три дня. Ну, в Сеуле я пробыл две недели, я там в гостях был. Ой, вы уходите? Ой, ну, было приятно вас тут уедить. Всего доброго. До свидания. Я пока у шерфингу жил у Сеульца, он в молодости сам был путешественник, он мне фотки свои показывал по Европе. Он в девяностых годах вроде бы еще ездил, он еще там студентом. И поэтому этот Сеулец сказал, можешь пожить у меня, я тоже когда-то был путешественником. Я в Сеуле жил бесплатно две недели. Ну, питался тоже, покупал там наггинсы, лапшу, бюджетные. Ну, в общем, жилье дорогое. А так, метро, ну, обычная цена на проезд, на поезд, на поезд. Да, жилье, вопрос жилья всегда как бы. На еду, но дороже, там цены в долларах. В общем, да, цены там как в США полностью, абсолютно. А вот такой интересный вопрос. Зачем люди распадают жилья для кауч-шоу? Зачем вам это? Ну, вот, ну, я-то как опытный уже, я могу это объяснить, но все равно вы до конца поймете, только когда сами начнете путешествовать. Ну, я попытаюсь объяснить. В общем, это или бывшие путешественники, кто тоскует по былым временам и хочет встречать людей, кто им всем все расскажет. Просто коммуникация. Или это местные жители, у которых по религии или по правилам написано, что если они приведут иностранца в гости, на один день, на три дня, ты что у них не неделями живешь? Плюс в карму. И они очень любят помогать. И есть третий тип, это просто общительные, доброжелательные люди, кто считает, что все-таки многие нуждаются в помощи, кто на кауч-шерфинге, это путешественники. И они думают, что надо помогать, потому что вдруг, ну, как он, иностранец, ему нужна помощь, ему негде спать. И они принимают чисто из-за того, что им жалко, что ты путешественник. Ну, я регистрировался у кого-то на сайте кауч-серфинга, как бы у меня есть моя там страничка, как бы, ну, особо, как бы, не. Когда-то человек писал, я не помню, кто он был, то ли ирландец, то ли, ну, что-то он ехал-ехал и в итоге не доехал. Не, у меня есть. У меня есть микрофон, то есть это. Ну, хорошо, хорошо. Вот, то есть, как бы... В общем, создайте кауч-серфинг, поймете, там конструкция, зачем он нужен, анкету создаете. В общем, это соцсеть для путешественников, но она не носится смысла каких-то романтических знакомств, встреч, еще что-то. Там именно все, место для ночлега. Ты пишешь, хочешь остаться в гости, тебя принимают. Если ты хочешь дружить, ты можешь завести иностранцев друзей. Ты у них пока живешь, они общительные люди, кто тебя принимает. Ну, им главное тебе помочь, то есть дать тебе жилье на пару дней, показать тебе город, рассказать, подружиться с тобой. Две опции. Если будете больше дружить, то больше опций уже. Я думаю, может... Не в рамках, по-моему. Язык, обмена культуры, языка. Да, да, это все... Ну, просто коммуникация с людьми, близкими по духу, если тебя любишь путешествовать. Концепт, общие идеи, да. А для путешественника, который, которого ты будем, как бы, экономия, бюджет, аж понятно. Да, да, обычно... Если так вот, годами в путешествии жить, ну да, то есть, деньги, они же должны отказаться приходить. Да, да. Там никто нас, кто на этом сайте есть, те все понимают. Там нету почти нежных людей. Но главное, чтобы у человека были отзывы написаны. Потому что, бывает, люди столько регистрируются, у них нет отзывов, и не заполнен профиль. Значит, они не в теме, скорее всего. Лучше писать, у кого уже отзывы, и анкета хорошо заполнена. Да, это так же, как в Airbnb. Если у тебя нет истории... Вот я в Копенгагене хотел снять жилье на Airbnb. Я бронировал где-то 7-6-7 мест, и мне все время люди отказывали. Ну, как бы, у меня не было истории в Airbnb. Они, ну, не знали меня, и как бы, да, но... Ну, то есть... Не это самое. Вернее, не в Airbnb. Вот, каутсерфинг, да. Airbnb потом я начал, и тоже были отказы. То есть, каждый смотрит на историю. В общем, если вы не итальянец, то вы путешественники из таких стран бедных, как мы все. Мы как путешественники. Я, короче, могу вот такую буханку хлеба купить и воду. И вот весь день у меня будет буханка и вода. Вот. Но это не часто. Это когда совсем бюджет плохой становится, или там город такой страны, где, ну, реально сложно. То вот буханка, хлеба и вода. Все. Живешь весь день, можно прожить на одной воде. Даже тут этим пользуются. А ты где хлеб? Ну, покупай. А я доказываю, где ты хлеб нашел нормальный. Уни пальцев. В одном месте есть, не доходя до пляжа рандонского, выпечка, не пальцы делают. 80 рублей стоит. Хороший хлеб, он полный внутренний, пустой. Я его два дня ем. Половинку, один день. Вот реально. Что? Где он продает? Блин, ну я вам сейчас кину точку в чат. Не пальцы продают где-то. Задолбали. Я говорю, вы не можете найти, я щас кину. Я щас кину. Возле пляжа где-то там. Возле пляжа, а не пальцы где-то точку там. Не, доходя пляжа, там еще столики. Я щас кину, я щас кину. У них вкусные булочки такие с шоколадом, да, с этим, с изюмом. Они реально большие, они по 50 рублей, а хлеб 80. Реально, то есть, выпечка, как в Италии. Like Italy. In Italy you also have like this. Выпечка Кришналама называется. Здорово. Я щас кину. Это из бакери? Да, это бакери. Я буду сэнд... Окей, вы хотите? Да, я возьму фотографии. 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 Труп и такой хлеб стоит. Кришналама. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Видео просто у нас блогер здесь сегодня. Три блогера. Добрый вечер. Три блогера. Участия. Да. Вы реально молодцы. Ну, что вам рассказать по билетам? Билетам нужно мониторить, грубо говоря, вот такой самый... Вот как я себе покупаю билеты. Я покупаю в основном, ну сравниваю. Например, там Aviasales, Тинькофф. На Тинькове огромный плюс. У них такая же цена, как на Aviasales. Но если идет Тинькофф Про, то кэшбэк по билетам возвращается 5% стабильно на карту бонусами. Плюс, например, если сравнивать там с Альфа-картой, на Альфа-карте, как правило, там сильно выше цена и там кэшбэк может идти до 10-15%. Но в конечном итоге то, что тоже выходит. Злоупотреблять этим нельзя, потому что меня в конечном итоге от всех система плат билетов, ну вот этих, от бонусов отрубили. Ты работаешь, расскажи. Ну, просто у меня свой офис курс в России, туристическая фирма своя. Вот, поэтому вообще в идеале, если там есть карты иностранных банков, например, если там билеты на иностранных авиакомпаниях покупать, конечно, выгоднее с карты иностранных банков. В случае возникновения каких-то проблем, замены дат, маршрута или чего бы то ни было, через агрегаторы решить эти проблемы практически невозможно. То есть, если что-то нужно поменять, это прямо покупать вообще в идеале на сайтах. Ну, просто проблемы для России ныне, если везде раньше наши карты проходили, проблем не было, то сейчас это нужно 33 ступеня до пройти. Поэтому надо заводить хотя бы какие-нибудь казахские, пока они еще более или менее делают, пока еще одобряют русским. А как находите эти авиакомпании? Ну, вот ты заходишь на авиасейлс и смотришь, какая у тебя авиакомпания летит. Например, там в ЮАР это зал, например, авиакомпания. Ты заходишь на сайта зала и точно так же все по стандартной схеме покупаешь. Он иностранный сайт, то есть туда уже заходишь. Ну, а если рейс стыковочный и там несколько авиакомпаний? Если рейс стыковочный, то свои нюансы. Если ты покупаешь рейс, например, на авиасейлсе, и у тебя, например, две разные авиакомпании. Например, там летит Победа и летит, например, Fly Dubai или там еще. Часто эти рейсы не одним маршрутом идут. Это разных два абсолютно билета. Они просто агрегаторы формируются. Да, 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 да. И если два разных билета, если какой-то сегмент один задержался по времени, например, там. Две разных авиакомпаний. Да, если две разных авиакомпании. Если это не одним билетом оформлено, единым. Просто есть альянсы авиакомпаний, которые в рамках своего альянса делают там один билет. Тогда, если, например, там первый сегмент задержался, следующая авиакомпания сажает на следующий доступный рейс бесплатно, без доплаты. А если это два разных билета, ну, например, там Победа и Fly Dubai, к примеру, это не альянс. А агрегатор пишет, как будто это вот один билет. Вот если первый рейс по какой-то причине задерживается и на второй рейс не успеваешь, то то купаешь билет за свой счет. По коллаборациям лучше смотреть сразу на... Ну, русские авиакомпании сейчас ни с кем не в коллаборации. То есть, если там летит, например, там Победа, Визейд, Аэрофлот или что бы то ни было, то есть все, это сразу понятно. А иностранные авиакомпании, например, там Emirates и Fly Dubai, это по большому счету одна и та же авиакомпания. То есть это уже в билете будет понятно, он единым маршрутом или это абсолютно два разных сегмента. Аэрофлота прямо с Москвы. Рейс, значит, из Москвы. Ну и назвать, хотим сказать, хотя бы его. И женщину не посадили на рейс, у нее шо-кафе. Уходит в течение там суток двух максимум, если где-то какая-то ошибка закрадывается. Но по факту, вот сегодня мы, например, заполнили визу там в час дня, в 4 утра она уже на почте, на следующий день. Визы быстро выдает. У меня через два дня на почту пришло. Но я даже фотографию сам на фоне белой стены щелкнулся. Так все делают, с фотографиями вопросов нет. Вопрос в том, что прикладываешь ты паспорт, и единственное, что они проверяют, это твои данные, чтобы в паспорте соответствовали данным в банкете. Все остальное, вот это вот, что ты там пишешь, место работы. Не, ну, в серию номер паспорта правильно впиши, и когда вы... Я что говорю, они сверяют те данные из Кана с данными в банкете. Мы, да, не знаю, это... А в России не посадили. Удивительно, что не посадили. И не пишешь, что в Пакистане друзья есть. Но сейчас, наверное, нет, а раньше делали визу. Тут многие мечтают об Италии. Минитвиза, Шенгенвиза. Расскажи, что можно сделать? Как вообще было, как сейчас делать? Раньше делали визы вообще легко. Подал документы, через три дня паспорт получил. Итальянская виза на сегодняшний день в консульстве рассматривается где-то 4-6 недель с момента подачи документов. То есть ездил, откатал пальцы, отправил документы в визовом центре. И через 4-6 недель только будет выход визы. Визы дают, ну, смотря какая визовая история. Сейчас дают 5050. В Италии то же самое. Сейчас мы подавали визы. До этого была у туристов трехлетняя или пятилетняя виза. Дали год. Нормально дали год. А остальным там полгода дают. Обычно полгода ждала. Сейчас даже полгода не дают. Не гарантия. Да, да, да. Французы время от времени дают долгие визы по сию пору. Что удивительно. Это, наверное, единственные товарищи, которые еще на какой-то более-менее нормальный срок могут дать. Понятно. Слушай, а ты была на балканских? Вот я еще подъеду скоро в Сербию, Черногорию, Боснию. Там не нужна виза. Тогда не нужна виза. Потому что это балканские. Они не входят в Евросоюз. Да, да. Интересно. Я там... Да, да. А ты была. Молодец. Я была. Ну, меньшинство. Ну, вот европеец сидит. Ну, итальяец. Окей. А ты была в Европе? Была. Какая больше всего страна тебе нравилась? Я Испанию очень люблю. О, Испанию. Синьоритова. Очень красиво. Чехия, мне тоже нравится. Да, мухая. Мне нравится. Да, мне вся Европа нравится. Да, Испания красивая. Из всех стран я практически... Испания необыкновенная страна. Мы были везде. И на Барселоне, и окрестностях, и на Канарах, и на Майорке. Раньше можно было... Да, даже не туристическая. Я в основном нахожусь на севере. Сан-Себастьян как раз, граница с Францией. Красиво там, Бискайский залив. Красиво просто. Испания вся, я не знаю. Да, да, да. Она необыкновенная, я согласна. Они только там не сказали, тоже ничего не считают. Но там три вопроса, которые спрашивают, сколько стран и было. То есть там тоже столько непонятных вопросов. Но три колонки очень важных. Как ты там тоже отправишься? Это нужно для русских или вообще? Нет, просто они важны в России. У нас вообще дипломатические отношения разорваны в России. И ты не сделаешь виза. И все делают либо в Армении, либо в Грузии. Я могу рассказать свой опыт. Либо в Казахстане, либо еще где-то ни было. То есть заранее ты заходишь наставить, записываешься на подачу документов. Тебе назначается день. Ну, то есть ты все как бы подаешь. Консульский сбор оплачиваешь и приезжаешь на собеседование. Ну, как правило, Грузия или Армения в основном. И ты приезжаешь, проходишь собеседование в 15 минут. И тебе сразу говорят, выдали тебе визу или нет. И америкосы либо виза не дают вообще, либо ставят по три года. Нет среднего звена. Это круто. То есть если повезет, на три года. Да, да, да. Б1, там как-то. Б1, Б2, да. Армения, Грузия, да. И там уже через ту фирму делать или самостоятельно, да? Это не может самостоятельно. Но если в состоянии заполнить эту анкету, то там просто нужно окна записи еще. ловить. То есть если через ту фирму, то есть быстрее шенген. Не шенген, а американская виза. В США. Шенген можно, а американскую нельзя. Это разные визы. Шенген можно. Шенген можно. Шенген, пожалуйста. Ну, по шенгену тоже, например. Вот кто здесь с московской пропиской? Вот с московской пропиской в Италии сейчас сделали два визовых центра. Один визовый центр для москвичей и московской области. А второй визовый центр для Альмавива, в который принимают все остальное окрестности Москвы. И, например, находясь с Курской пропиской, мы не можем податься в московский визовый центр. Мы можем податься только в Альмавиву. Для Москвы и Екатерина. Мои фазовые системы? С Армении и Грузии вы купите визу получат первое ограждение поищу туда. Только в Америку. Америка, она не привязана к территориальному нахождению. То есть, если ты подаешь визу шенгенскую, ты должен подаваться по прописке. То есть, например, мы как в Курск, мы подаемся в Москве. Питер подается у себя в Питере. Там Екатеринбург у себя в Екатеринбурге. Урал там за Уралом у себя подается. То есть, ты можешь подаваться только находясь по прописке. То есть, некоторые страны нельзя. Мы отсюда не можем в европейскую податься? Нет, конечно. Только в России находясь можно податься. А в Америку? В Америку можно. В Америку можно. В Америку-то в России, потому что. Играет роль, в какой стране проходишь интервью. Вот, когда заполняешь, допустим, ну, у меня знакомый, он в Мадриде проходил. Интервью ему дали везут. А Украина, например, у меня история вообще. Меня в Киеве отказали в свое время, ну, в американском посольстве. Отказали, не дали. Едешь в другую страну? Нет, ну, не туристическую. То есть, чтобы понимали, у меня был выигран Гринка. Гринкарта. Ух ты! Вот я Гринкарта выиграл. Ну, она не реализовалась в итоге. То есть, это еще не гарантирует? Нет, это вообще не гарантия. То есть, мне отказали вообще по банальной причине. Я уже прошел все там после выигрыша, заполняю еще одну анкету, которая идет в США. Там проверяет эти службы, спецслужбы, справки на судимость. Там куча всякого этого дела. Медкомиссию проходишь, кучу бабла туда спустят. Ну, в общем. И в итоге визовый офицер берет, смотрит, говорит, кто делал фотографию, которая еще была на заявке. На первой анкете, которую ты заполняешь, подавая заявку на розыгрыш Гринкарта. Я говорю, ну, вместо ателье как бы. Что было на заднем фоне? Я говорю, ну, ничего, как бы там, обычный там, белый какой-то. Он, в общем, высветил, обработал. Там же видно сразу, они сканируют. Видно, что была обработка заднего фона, который за тобой. То есть, он еще фотограф такой. Так, давайте я там прыщик уберу. Я говорю, Вова, ничего не трогай. Я тебя прошу. Он меня не обработал, но он взял, высветил фон и говорит, что было, то есть, у вас обработан фон, я вам визу не дам. И все. На этом история, то есть, у меня был 4 тысячи какой-то номер, как бы, вот. Из выигрышного количества людей, которые выиграли, вот процентов где-то 15-20, они не в итоге. И это еще если тебя могут не пустить, офицер уже в аэропорту. Ты можешь прилететь в США. Если бы твоя не понравился твой фейс, он скажет, чувак, до свидания. И ты нигде не обжаловываешь это. То есть, это невозможно не в суд подать. У меня есть родственники, которые выиграли ваш грин-карту. У меня троюродная, троюродная сестра моя. И потом их родители. Еще они выиграли грин-карту, они в итоге все ехали в Америку. Но это было еще до всех этих событий. И все они там живут и прекрасно себя чувствуют. А правда, что, чтобы грин-карту, айтих или что-то там... На истремитиво геймшоте. А вот здесь вы можете пожить там год, по-моему, 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 по-моему. Да-да-да, не выезжая, не покидая страну. Да? Ну, желательно, да. Вообще, если будешь покидать, то чтобы твои... Там даже побольше, чем год. Там из серии... Чтобы получить после вид на жительство официальный, там несколько лет вы можете прожить. Не год. Даже больше. Даже вот если ты уже выиграла, приехала, живешь в США, то есть у тебя есть вид на жительство, но ты будешь очень часто ездить домой. Они там вот рассмотреть, как что, ну, ты не очень нуждаешься в этой стране. И могут в один из твоих возвратов сказать, девушка, то вы больше живете там в Москве, чем в Нью-Йорке. Наверное, езжайте уже, и все. Вот такое даже может быть там. Рюкзак настоящего путешественника. Половина флагов я уже посетил. Еще флажки. Флажки с ним. Мне, что флаги южно-американские страны я еще не знаю. Это. Давай итальяну. Нет. Мы хотим спросить. Если какая-то девушка в Европе идёт путешествие в Европе, это безопасно для нее? Или она может быть не так? Супер безопасно. В зависимости от страны, где ты идешь. Если ты идешь в Нью-Йорке Европы, то это супер безопасно. Если ты начнешь идти в Союз, как в Италии, то в Союз, чем в Союз, чем в Союз, то в Союз, чем в Союз, чем в Союз. Да. Но это изменилось в последние годы. Так что это все очень безопасно. Но не так безопасно, как если ты идешь в Союз или Филан. Хорошо. Но для всех, я в Союз, есть некоторые люди, которые еще хотят тебя что-то. В каждой части мира. Биг сити хэф проблем я звезда. Нет, я слышал, девчонки говорили о марокканцах. Они очень многие приехали в связи там всяким беженцы. Они приезжают. Марокканцы, сирийцы. Их очень много в Париже, в Германии. Ну как в качестве беженцев. И они там чудят, конечно. Там проблемы вот таких, о которых ты говорила. Девчонки, честно. Ну то есть, преступность сильно возросла. Вот эти все домогания. Народ такой горячий. Им как бы, ну понимать. Ну да, только наверно мигранты какие-то. Паристы такие же или это. А так местные жители обычно добрые все. То есть, в Париже там не поймешь. Французов больше или больше там каких-то. Да, есть страна иммигрантов. Есть страны иммигрантов. Я забыл, ты был в какой-то стране, в Мексике. На байке-то. Короче, я второй, кто за этим столом побывает. В Южномерии. В Южномерии где был просто скромный. Он просто да. Вот тоже ты много где был, мало рассказывал. Смотри какую кетку, покажи всем. Уганда. Уганда, Африка. Африка в Уганда. Я ковбой из Африки. Найсо. Но это твоя рука, это моя рука. Кстати, я там на змею наткнулся один раз иду. Вороны считаю. Вот такой куст передо мной. Я в куст упираюсь. И понимаю, что там какая-то обезьяна. Я смотрю, а там змея. И то он трехлитровый. Но он от меня испугался меня и у него холод. Короче, вы друг от друга. Офигели, да? Да. Нужно быть всегда внимательным здесь. У вас он испугал. Он испугался меня. Да, испугался получается. Я-то не успел. У меня-то уже потом пришло. Из чего эти цепочки кто самый главный? Человек. Человек, да. Я уже потом понял, что не нужно так себя внести. Аккуратно. У нас здесь тут за сумкой рассказывал парень какой-то, что это... Он за змеей побежал. В итоге она развернулась. И за ним поползла, типа того, укусить его. Зачем он за ней бежал? Я не знаю зачем. Вот парень здесь сидел. Помнишь? В прошлой встрече. Вот, видимо, он и не пришел на эту встречу. Снал, повторно. Да, да, да. Догонялся с змеей. Это как раз догнался. Это опасно, да, конечно. Сейчас найдем змею и будем вытаскивать змеи. Знаешь, как они в фильмах? Знаю, знаю. Анаконды вот эти. Это, кстати, снимали в Бразилиях, в джунглях, в Амазонке где, да? Или это в африканских. Там, где вот такие огромные, типа, они заглатывают жертву. Но это только в фильмах такие. Мне кажется, сейчас уже не существует. Чтоб, понял, она человека может проглотить, но... Они же женщины там небольшие. Ну да, короче, филиппинцы, маленькие люди. Их, наверное, могут съесть. Они все-таки в два раза ниже, чем мы. Окей, с меня можно платить, по сути, очень маленько. Хотя козлок-то по-другому. Поэтому подольше едить нет. Часовка, может быть? Еду зажалила, ну и что, ужалила, прочесалась. Мне четыре дня подряд жалила. Четыре дня подряд. У меня тут собаку кусала. Собака кусала? Да, да. Причем два раза. Причем она у меня укусила, отбежала и еще раз укусила за то же место. Это на баке когда я... Ну что, уколы не принимала? Нет. Принимала? Здесь? А у тебя есть прививка вот эта от человека? Вот она. Я сделала пару прививок и... Да. Это ж надо ее делать в России заранее. Ну то есть... Нет, нет. Такого я не делала. То есть, если не страшно, можно сразу зарезать. Я сразу пошла у кого и купила еще один и забила, потому что... Это на всякий случай. У меня постоянно пепельницу тырят. Я что, не поставлю на балконе? Обезьяны ее тырят, короче. Да. Давай. Давай. Ну я покажу вам кое-что. Просто для интереса. Смотрите, у меня есть такое кольцо, оно никак не снимается. Ну а может почему? Чтоб по правде. Так. Ну никак не снять. Обычный шнурок. Ну ладно, ладно. Окей. Я сейчас буду показывать разные манипуляции по-разному снимать. Да блин, да ты мэджик какой-то. Ха-ха-ха. Илья Купольфильм. Блин, нормально. Интересно, непонятно, как это получается? У тебя в руке он, наверное. Сейчас покажу. Ой, упало. Подниму. Не раскрывай, ребят. Сейчас укатилось. Магию не портите. Магию не портите. А ты все все видел? Теперь я покажу еще пару. Упс. Протяни руку. Сейчас. Протяни. Протяни. Руки снимай. Сейчас еще. Вот это да. Окей. Теперь мне нужно две руки, два участника. Я сейчас объясню. Я буду держать. Вот тут в середине. Ты держишь за этот конец? Нет. Ты за этот. Смотрите. Смотрите. Я сейчас сниму. Видели как снимут? А какой-то мне не показывал. Я одену сейчас снова. Все. Отпускайте руки. Вот. Вот. Не, еще не все. Покажу вот это. Короче, ладно, по приколу. Теперь через шею я ее поодену. Не продевается? Тут тоже никак не продевается. Но я сейчас проденусь. Смотрите. Проделаю. Круто. Непонятно, как делается. И еще. Продену сквозь спину. Смотрите. Все, короче. Все. Это видео тоже. Фокусы. Целый рюкзак там. И я фокусы показываю разные. Взрослым и детям. Так что. Не пропадешь. Да. Нашел такую работу себе. Интересно. Я раньше никогда не делал. А на чем зарабатываете тут? Какие-то услуги предоставляете там? Ну, эти таврологи, гипнологи, здесь массажисты. А я фокусный. То есть, есть разные тут люди. Вот, не спроси. Доход есть у всех. Нет тут, у кого денег нет. В палатках живут там. Я знаю парочку. А так. У всех какие-то деньги как-то здесь живут. Но тут дешево жить. Я снимаю свою комнату за 8000 рупий. Ничего себе. Все литроболом увлекаются. У всех стаж. КМС. Мастер спорта. Травяные практики. А кто спортом занимается? Кого хобби? Вот Слава. Я бегаю. Пока. Вот. Вот. Вот от нас кто-то тоже убегает. На мысли, что тоже сейчас расходимся. А ты добавила с чат наш. А ты у каких странах еще была? У путешествовала? Путешествовала, путешествовала? Путешествовала? В Азии где. Лайя была. В Аназии была. Малайзии. В councilsе podéis Tubas. Рынок пришел к нам. в юго-восточной корее тоже что я была бали ну и какая страна в топе у тебя пока ничего как-то многие возвращаются бывает во многих странах ну да сто пудов как бы все какой-то магнетизм тут присутствует вроде бы да там ничего такого я не верю в эзотерику ты что-то столько пожелаешь сегодня завтра это уже будет это вот я не знаю как-то работать я не буду рассказывать моментально иногда если не лежу на пляже и я такая думаю что там открытие какого-то там джуза-центра или кафе о кофе и подходит парень и он мне дает пакетик с чаем всякими там чаями такими китайскими качественными хорошими тебе подарок я такая думаю может быть чай чайную а не кофейную то есть такой интересный сюжет я хочу сказать спасибо всем кто пришел мне сейчас надо уходить ты поменяла денежки да спасибо что пригласил я кстати хотел поменять деньги через него пока его ждала появился другой человек я поменяла все что мне надо это было ты уже на следующую встречу не придешь ты уедешь да наверно а когда будет встреча в следующие выходные да и у тебя планы на этот год на ближайший месяц ты будешь по индии ездить я не знаю я уже год путешествую ну а а куда уезжаешь ты же куда-то уже конкретно решила ехать то есть все спонтанно да все все потоке подходишь кассе смотришь билеты то есть это же не а не будешь нет билет какой есть вариант последних днях когда уже любой город вообще отчаянно не а ну или я вот такая вот как бы нотка авантюризма такая вот это уже планировал на шри-ланку как бы ну да нибудь не полный полчаса я приехал оттуда а уже было два три месяца ну да из ближнего не могу ничего посоветовать доступная что ты одна путешествуешь не могу тебе пока посоветовать что-то хорошее вьетнам попробуй но лучше уже корея ближайшие два месяца английский хороший ну как в среднем я вам покажу я тоже сегодня менял деньги покажу больше нигде такого не увидите обычно путешественники никогда не держали 100 долларов но я много денег имею у меня 100 долларов вот есть в смысле поддержали в россии сейчас держат и 100 долларов поверьте потому что нам ничего нельзя пишите в комментариях кто видел хоть в жизни и не держал я владею 100-долларовой купюрой настоящей и смогу с ней целый месяц в одной стране прожить просто путешествовать у меня формат бюджета путешествие 100 долларов одна страна но это две один месяц ты серьезно две недели две недели один месяц чем ты питаешься Илья скажи пожалуйста я уже рассказывал овсянку макароны варишь в супермаркете а вегатерианец а мясо мясо овощи ешь иногда если недорого фрукты можешь мясо дорого мясо не ешь стал веганом собаки 100 долларов все таки надо на месяц потому что надо в россию шаурмуть в костдолах живешь по 5 10 долларов костдолах не трогаешь приезжай сейчас 200 там уже стоит ты тоже у тебя у тебя как доход ты как 10 тысяч тратишь в месяц или сколько ну трать 20 приходится здесь а как жилье ты приехала в страну ну то есть ты просто идешь ищи жилье или ты как заранее там на букинге что-то бронирует есть букинком есть еще глаза руки ходишь смотришь не ну я понял как бы есть конечно о сервисах мне все известно иногда спрашивают тебя что ты ищешь жилье еще показывают а ты любишь торговаться или ты вот понимаешь что окей это наверное не дорого иногда я люблю мозги выносить прям а иногда торговаться не ну если прилетаешь какую-то туристическую локацию типа голода тут все понимают ходят все ищут жилье там а если ты прилетаешь какую-то страну которая ну как бы ну не для ту не не про туризм да ну как бы вот нет там массового есть есть такой я приехал в этот водород борода какой-то там борода какой-то город там вообще нет типа каких-то гестхаусов хостелов там только отели для бизнесмен то есть это бизнес город это не туризм то есть есть но очень дорого да ну и как ты там выжила или ты оттуда и свалила сразу да ну там делать нечего название таки да 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 я у тебя то есть когда видео нам смонтируешь да окей окей потому что у нас в ютубе и себе тоже зальют и канал по себе да залью залью ну я просто сейчас я там тайда монтирую потом как бы у меня глажка пойдет да конечно сброшу все тогда увидимся в следующем в годы не прощаюсь удачи буду прощаться мы еще организовываю короче все ну я не пропагаю так как я со своим просим ты как пешком сейчас пойдешь на фото на фото на фото какой-нибудь индус бедняжка ну здорово давай давай пока снимай сначала или снимай подписывай забил за снимать вообще не снимать ничего больше по 2 наверно не ну а как на тысячу долларов как это проще ответить как на них прожить а вот на стоят он хлеб вот поел наверное все я не знаю ну да он говорит покупай буханку пол буханки на день и плюс вода и все хлеб здесь дороже чем россия и он но он покупает хоть хлеб нормальный 80 здесь скоро манка начнет созревать я думаю можно делать и рейх тихонько манга манга сильная тема я вот в таиланде был я манга постоянно и килограммный погон вкусный там очень классно только нужно когда солнце в зените индусы а когда назвали когда сезон солнце в зените это когда она прямо в пике все индусы сидят дома и не выходят жарко и ты как раз в этот момент должен выйти в сад манга а потом тебя палкой а потом через забор вы не массово несколько манга на день приобретаешь и главное вечером не ходить вечером с палкой рассказали говорит джек фрут варамболе прям растет ничего себе я попаю видела как это мама рода попаяни вот вот только начинают через сколько-то месяцев как они вот чику скоро полосозревать кешью кстати тоже варамболе растет я даже приметил сад я знаю где папайра все да короче скоро начну местные сады обносить я так понял опг собирается это один на шухаре сейчас как бы выносить все фрукты я буду еще смеси локдаун так что я знаю все где растет вот секрет выживание на 100 долларов вот секрет выживание на 100 долларов на 10 долларов дрова здесь бесконечная ночью море кокосы здесь тоже вчера кстати у кастраса сидел первый раз вообще круто да мы кокосы значит и живем там пальмы растут мы как-то за кокосы классно своя мачете кокосы выпьешь бананы скоро созреваем тоже во дворе уже индусов отгоняешь ты стоишь в путешественнике серьезно и вот это вот я вообще с тобой первый раз познакомился вот ребята я уже давно знаю ну как давно Женя ну вот ребят знаю короче вот мы выживаем здесь а как второй год живем денег там нельзя наши туристы уехали с визитом какие-то события что делать нигде деньги не получается достать а еду кушать хочется рис недорогой здесь хороший да рис дал и чапати да ты дал на рацию или турбит пытались подать на пособие здесь но их здесь нет короче из известных кафешек здесь грантик самый такой демократический по ценам все туда ездят грантик ну это вот как отсюда километра 4 туда в сторону джунглей в сторону Каргау ехать да 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 у меня скутер нет я наверное не знаю поэтому поэтому я не знаю мы скутер то здесь не снимаем ты без колес тут вообще без колес ничего я живу прямо около пляжа никуда мне колеса я вон в джунгли вон в джунгли его с ребятами сходили вон слава тоже около пляжа все около пляжа и у меня храм любви называется место где я живу ну love temple что ли да 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 это в этом с этой циновки там это храм любви дорога богата вообще живет да люди живут там 10 с вами короче ты в храме любви живет а вот я до пляжа идти да не там сколько у меня там три минуты наверное до пляжа там он слава не даст соврать вообще шикарно живешь ну в пляж перейти и все да да три минуты прям я до пляжа там с такого вот с такой циновки там дайте домики бунгало да там стоят там или там я не в бунгало живой у меня квартира 2 комнатая ну я нормально я просто видел там как бы я в одной работе в другой сплю вот в комнате я имею ввиду ты вообще конечно да я не хочу говорить кто я такой ну ладно на камеру на камеру да это 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 жестко потому что я не знаю кто говорить было я люблю это это ну желание работать здесь как-то пропадает вот затягивает вот не про работу это место вообще это запрещено просто деньги получаешь и все согласен не ну в принципе как бы работа если они вот подарили я сначала испугал тебя ну это что такое трава какая-то трава я в эту трава поэрчик что трава да гадь трава да да причем такая ну это поэр 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 нет серьезно трава ну трава она только не та которая а не та для чая в общем чай чай ну чай ну чай ну чай может говорю это поэр поэр какой-то да или чай да прям такие куски мне подарили аааа а вот у нас эксперт по поэру ест это вот скажи это как вот кстати Слава понюх давай Слава я кофеман я на кофе сижу я как бы чай и мясо стал просто разбираясь реально что-то непонятно на поэр не похоже это не поэр да поэр и землю чуть-чуть башка ну да у него земляной запах такой он же ферментируется там годами вот закапывают в землю по-моему да ну это сейчас ферментирует это даже в землю не закапывают это раньше закапывали сейчас это все уже бред раньше тоже увлекалось просто там могут кстати перестал пахнуть когда он не дал это поэр сейчас нет это не поэр черный это не поэр да Слав посмотри Слав Слав посмотри вот этот кусок это точно не поэр 100% чай сверху да 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 чай да я думал что-то непонятно приятно будет зеленый 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 еще не пахнет это как будто бы с малиной тиглоинь какой-нибудь тиглоинь может быть попросим кипяточки нет да может тиглоинь что-то я такое отдаленно я как бы в чаях нет кофе да это моё надо заваривать у меня здесь шмонали просто лучше не ходить с этим пакетиком да здесь менты шмонают в штатском прямо вот так вот цесами такие надо говорить а это зеленый чай это ты будешь говорить это green tea они такие поехали да аккуратненько ты надеюсь по пляжу не пойдешь и обратно может по дороге пойдет попугалась не думаешь у меня кто-нибудь сдаст мне с травой никто не сдаст если своей никто не сдаст с пуэром никто не сдаст мне так подходит парень говорит я хочу тебе чай подарить а нет ну не сказал чай травы подарить я бы сказала у меня кое-что есть для тебя да да прям так я думаю что мне прям хотят вродать что-то на пляже вот так вот нагладываешь да подходят и говорят вот тебе трава в подарок и даже не марикуана и даже не марикуана конечно что за люди да так здесь идешь дали травы и даже ничего себе не сделать Алин так здесь идешь просто вот прямо они все делают к примеру они просто говорят давай это ну типа накуришься а я говорю я наркотики не употребляю а они говорят это не наркотики это зашено у нас эти пикаты есть со мной друг и они просто начинают мусон на все урубать и они просто укуриваются и я сижу как дурак с этим с пивом просто такой и там тусовка просто начинается реально жесткая и каждый кто проходит болгарин там с вами сидел вот это конечно было жестко реально я даже чуть-чуть заснял а это реально было прямо ну здесь же каждую неделю кто-то от передозы умирает а понятно главное что не от алкоголя надеюсь от алкоголя один умер я знаю один две недели воду купил я его прямо видела один умер у меня на глазах несколько лет назад расскажи ему это как у Петровича спросили сколько он должен выпить откачивали сейчас секундочку чтобы у него был уровень алкоголя 2 промилля в крови он говорит не выпить и нужно не пить пару дней чтобы 2 промилля терапия да 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 то он уже лежал без чего да я слышал что-то умер где-то в клубешнике вот после нового года уже по моему или перед вам годом но молодой когда парень не знаю от чего то ли вещества то ли водка там как бы каждый подходил к это было интересно что каждый пробовал на днем какие-то способы молитвы своему богу способы откачки не помогло ни во что не верите детям как со своими всеми предложениями я пошел что-то как-то это мне на самому вырезать теперь с этой волны стремного становится